Практическая психология Практическая психология Что такое арт-терапия? Простым языком это процесс творчества Возможно, это будет рисунок Возможно, это будет работа с пластичными материалами Например, как глина, пластилин Это, возможно, будет работа или звучание инструмента Поэтому все, что связано с творчеством Это все про арт-терапию Чаще всего, конечно, в узком смысле Арт-терапию представляют как изотерапию Что мы что-то рисуем И поскольку мы действительно работаем с вами семьями Я хочу сегодня давать несколько техник Которые будут касаться и детей, и взрослых Поэтому, например, на примере изотерапии Как может она работать? Как она может помочь в работе с эмоциями Или с какими-то переживаниями? Лена, сначала давайте скажем Что это одна из древнейших методик Потому что даже еще не говорили тогда про арт-терапию Но уже люди чувствовали, что с помощью трансформации чего-либо Когда это попадает в твои руки Меняется твое психологическое состояние Да, и мы возьмем, например, наскальную живопись Уже выражаем что-то Пытаемся запечатлеть его и оставить на листе бумаги Подтверждая какие-то события из нашей жизни Вот, поэтому как может работать арт-терапия? Вот берем лист бумаги Перед собой кладем карандаши И уже при выборе цвета Либо цветов Мы уже начинаем погружаться В свое состояние Делать паузу здесь и сейчас Чтобы определить, что со мной происходит И как я могу себе помочь Через линии, которые мы оставляем на листе бумаги Линии могут быть плавными Они могут быть зигзагообразными Они могут сперлевидными быть Мы проживаем то внутреннее ощущение Которое нас переполняет На самом деле, если вы будете делать эти паузы Вы будете действительно слушать Как я бы мог выразить то чувство Которое я испытываю внутри Через движение линий И в чем прелесть, например, изотерапии Что в этот момент вы чувствуете себя художником Художником своей жизни И здесь нет критерия Умею я рисовать, рисую хорошо ли я или плохо Я в этот момент рисую свою жизнь Так, как я ее чувствую И вот эта трансформация ролевых позиций Что я сейчас сам создатель И та эмоция, она всего лишь часть меня И я ее переношу на лист бумаги Она происходит, и вот этот эффект терапевтический Что я понимаю, что все в моих руках Буквально в кисти, в карандашах Или в других пластических материалах С которыми вы работаете И в чем прелесть, например, конкретно изотерапии Что если вам не понравилось то, что получилось Это вызывает эмоции Что я не хочу сейчас, мне это уже не нужно Вы можете это трансформировать, смять, выбросить И если мы задим вам вопрос А что вы сейчас чувствуете То вероятность того, что вы скажете Мне сейчас легко, свободно и спокойно Будет очень высокая Поэтому детки очень часто берут Вот какие-то, рисуют каляки-маляки Но в этот момент они проживают Вот эту спонтанную эмоцию Которую они поймали там в песочнице Где не поделили ведерко Они пришли, почеркали И для них этот момент И выбросили лист бумаги Для нас, для взрослых, кажется, что Ну ты же не дорисовал, дорисуй еще Тут надо ведь еще глазки А он уже все Свою вот эту задачу, которую несет Изотерапия в данном конкретном случае Ребенок уже выполнил Просто взял и при этом не имея Каких-то познаний в психологии Абсолютно, да Это на интуитивном уровне решается Поэтому я вот это называю Домашнюю арт-терапией Вы не должны быть по определению Арт-терапевтом, да Вы должны быть просто мудрым родителем Мудрым родителем Чтобы в доступности были Изобразительные материалы, любые Потому что когда, например, такое состояние Очень такое внутреннее, плотное, густое Очень хорошо идет гуашь Если связано как-то с телесными Какими-то аспектами Прекрасно подходит пластилин Прекрасно подходит глина Если, допустим, это такое легкое И, наоборот, вам хочется побыть в творчестве Еще зарядиться этой легкостью То акварель, потому что там очень много воды Она прекрасна Вот это состояние легкости Полета, текучести Она подарит внутреннему этому состоянию Ну еще я знаю, что, например, если уже брать Сугубо такие специальные познания То, например, мы любую травму можем легко прорисовать С помощью угля, да? Да, да Уголь, причем, знаете, такая фишка Что как-то я на работе столкнулась Что не было угля, закончился И вот то, что мы чем разжигаем костер Обычно ездим на природу Его вот эта форма неправильная Она прекрасна Вот работе с травмой Работе с психосоматикой Она прекрасно подходит И у тебя есть такое ощущение Что у тебя какой-то интересный такой арт-объект И ты действительно творишь что-то прекрасное Ты лечишь себя, лечишь свое тело Давайте не будем забывать еще о том Что, да, чаще всего в нашем обществе считается Что изотерапия это такое направление детское Хотя на самом деле мы с вами прекрасно понимаем Что взрослые Просто взрослые не всегда осмеливаются Брать цветные карандаши в свои руки, да? И вот у вас бывают в практике такие клиенты Которые говорят, ой, я не умею рисовать Я не умею рисовать Или даже, ну, я рисовал последний раз 20 лет назад Но когда человек берет карандаши, краски Вот это погружение, вот просто сразу Вот погружение в творчество И когда ты спрашиваешь, как вы Мне кажется, столько уже времени прошло Потому что по ощущениям действительно Человек просто уплывает Он растворяется в прекрасном Он чувствует себя, идет за линиями Но на самом деле сейчас ситуация изменилась И вот наличие мастер-классов И различных обучающих курсов По живописи, по работе с глиной, керамикой Говорит о том, что взрослые ищут Возможность творческой реализации Себя, несмотря на то, что ты уже Состоявшийся специалист какой-то области Который приносит тебе материальные блага для семьи Но это не мешает тебе быть специалистом Или, возможно, феей в другом творчестве Которая будет вдохновлять И додавать другой эмоциональный ресурс Для тебя и для твоей семьи Хорошо, давайте мы сейчас поговорим Про еще одно направление в арт-терапии Которое сейчас становится современным Как оно называется? Это ландшафтная арт-терапия И если мы так вот сейчас будем ее обсуждать Вы поймете, что вы очень многие аспекты Из нее используете, да Но вот просто хочется расставить акценты Чтобы они были более осознанные И более грамотные с точки зрения семьи И с точки зрения ресурса для себя На самом деле ландшафтную арт-терапию Я чаще провожу в Белорусской Пуще Для себя открыл этот простор Немножечко вот скажу про этот момент Но в городе Кирове и Кировская область Богата лесами И у нас очень много хороших прогулочных трасс Какая идея ландшафтной терапии? Это взаимодействие человека Осознанное с природой С теми благами, которые нам дала планета Земля То есть когда мы идем в лес Мы прислушиваемся Мы принюхиваемся В буквальном смысле Мы прикасаемся Когда мы идем по земле Либо снегу И слушаем Какие звуки При нашем взаимодействии с природой А наше взаимодействие Мы буквально по ней идем Как они резонируют Как они взаимодействуют с нами То есть если мы сейчас говорим про взрослых То вот очень прекрасно сделать такую прогулку Отправляясь в лес Задать себе вопрос Какой ресурс сейчас мне максимально необходим Чтобы чувствовать себя комфортно Собранным и счастливым И То есть тоже даже на прогулку Нужно идти с определенным запросом Можно, да То есть почему нет И прислушиваться Что дает вам как знаки Наша матушка природа И бывает очень интересно Что попадают такие арт-объекты Которые вроде бы не имеют места здесь быть Но они на твоем пути буквальном Потому что когда ты идешь на прогулку Ты выбираешь путь Трассу или тропинку По которой ты идешь И это есть метафора нашей жизни Какое в этот момент небо Потому что часто человек Перемещаясь по лесу Он смотрит в поле зрения То, что находится по его росту Если вы будете поднимать голову вверх Опускать, смотреть по сторонам Вот это 360 градусов На какие деревья На какие кустарники На какие цветы Если это будет летом Вы будете обращать внимание Привлекают вас сухие деревья Которые сломаны И вы проявляете к ним в данный момент Какое-то сопереживание И у вас просыпается ощущение Помочь И вы сразу же для себя берете О чем это про меня сейчас О чем это про мое состояние Кому, возможно, в моем окружении Сейчас нужна моя помощь А я это не замечаю То есть все равно Вот ландшафтная арт-терапия Призывает через взаимодействие С природой Почувствовать Что же происходит Зеркалит в моей реальной жизни Когда я перемещаюсь Среди домов Дорог Транспорта И прочего Если мы работаем с детками И идем с семьей На прогулку То мы задаем такой момент Что каждый из нас Находит какой-то удивительный Объект Это может быть природный объект Иногда это бывает Если это, например, экологический С экологическим акцентом Ну, то есть какой-то фантик Либо бумажка Либо какой-то Индустриальный мусор Который ты можешь На своем пути встретить И каждый член семьи По итогу этой прогулки Приносит что-то Из чего совместно Делается либо коллаж Либо делается арт-инсталляция То есть вот это Преобразуется И трансформируется Если мы работаем С индустриальным мусором То это очень правильно Формирует у детей Экологичное сознание О том, что природа нам дала А мы ей даем то Что она даже не может переварить Она не может это принять И это остается На уровне мусора Потому что если мы пойдем С акцентом того Что мы берем дары От природы Это шишечки Например, в Бресте Это каштаны Какие-то сухоцветы Ягодки Потому что она может быть И арт-объект Может быть и съедобный И летом это очень Интересно получается И позволительно А вот когда мастерские Провожу в Белорусской пущей Мы прямо собираем грибы И ягоды И включаем их в живые полотна Которые мы рисуем На мастерских И это дает такой мощный ресурс Потому что живое Ничем не заменить И поэтому Всегда ландшафтная арт-терапия Пробуждает Такое трепетное Внутреннее чувство Уважения к природе И многие по-разному Относятся к тому Что поговорить с деревом Постоять у него Прикоснуться Прикоснуться Прочувствовать Что ты ощущаешь Я вам скажу Просто через В работе с телесными моментами Вот если прикоснуться К разным деревьям Породам То через структуру дерева Вы почувствуете Разные телесные ощущения И по-разному Это среагирует Ваше внутреннее тело То есть есть поверхность Шершавая Это прохладная Здесь есть смола Здесь вот она гладкая Здесь есть какие-то вырезы Потом мы можем увидеть Раны на дереве И как вот это Прикасаясь к этому Я ощущаю И как на это Реагирует мое тело Ну и еще что Я хотела сказать Про ландшафтную арт-терапию Что с ней прекрасно работает Фототерапия То есть это тоже Одно из направлений арт-терапии Потому что Выбирая некий объект Некий сюжет Либо сюжетную линию Мы ресурсируем Континнируем Определенное ресурсное состояние Которое мы поймали Вот в этой прогулке И да, вы скажете Я эти фотографии Никогда не посмотрю Но когда вы делаете Вот этот щелчок Вот этот кадр Когда вы выбираете Ракурс этой капельки росы Либо снежинки Которая там попала Между иголочек пихты Вы запоминаете этот фрагмент Это мгновение Вы проживаете Вместе с этой снежинкой Да, совершенно верно И когда вы возвращаетесь Уже в город Вам не нужно Эти фотографии смотреть Они у вас уже Все есть в вашей памяти В вашем воспоминании Потому что вы приложили Некое действие Чтобы зафиксировать Запомнить этот фрагмент Потому что вы выбрали ракурс Вы посмотрели Как это будет лучше Вы почувствовали О, как интересно Как же она туда попала А что она сейчас чувствует То есть если мы хотим Углубиться по работе С ресурсом То здесь вот можно Задать ряд вопросов О чем это про меня В жизни на моей ситуации На что она мне показывает Чему она учит К чему она мне призывает То есть природа Может выступать Как ресурс Как подсказка Что в принципе Чем она и служила У наших предков У шаманов Ведунов Потому что Всегда все действия Ключевые племени Наших предков Они происходили в лесу У кострища Да, то есть Где была костровая поляна Где можно было Все пообсуждать И дары леса Которые собрали Собирательством Женщины Дети Все благополучно Вот эти вот Вкусные сладкие манталы Ягодные С удовольствием кушали То есть получается Так-то на самом деле В генах каждого из нас Это накоплено Оно при нас Просто мы иногда Об этом забываем Или это обесцениваем И не используем совсем Вот я немного поделюсь Своей историей Когда по лесному По зимнему лесу Гуляем с детьми Тоже обязательно Всегда камера бывает В руках И ищем сказочных героев Сломанная веточка Березка где-то наклонилась Там кустик какой-то Запорошенный И какой ребенок Видит Какого сказочного героя Какой образ Это же тоже Очень метафорично То есть например Кто-то все время Видит заколдованных Принцесс Принцев Не знаю Каких-нибудь птичек Еще кого-то У кого-то Исключительно Какие-то монстры Баба Яга Кощей Бессмертный Или чудище лесное Еще что-то И это Если например Даже мы просто Групповой иногда Идем с детьми То это сразу же Можно Тут же в процессе Опять-таки Человек себя терапевтирует А ты боишься Вот этого чудища лесного Боюсь А ты можешь Вот сейчас мы фотографируем Это А ты сейчас подойди И посмотри Из чего это чудище лесное состоит Ой да это всего лишь Кустарник Можевеловый Занесенный Посмотри Когда мы приближаемся К этим страшилкам Они оказываются Не такими уже и страшными Да С детьми Это конечно великолепно работает Да То есть знакомство И там можно же Усиление такое сделать Привет Леший Пообщаться Я допустим Там Петя Я тебя боюсь Да Ну то есть актуализация Проговаривание Той ситуации Которая действительно есть Она позволяет уже Победить свой страх И пройти вперед Ну еще можно да По стихиям смотреть На стихии земли Там воздуха Находится Образ где он Да И вот чем может родитель Помочь ребенку Через например Вот четыре стихии Да Там основные Которые у нас есть Можно по взаимодействию Поработать В каком В каких пропорциях Ну то есть там Поле для деятельности Творчество семьи Потрясающе Давайте не будем Обесценивать это Используйте Пожалуйста Во благо своей семьи Во благо своих детей Разумеется Ну а еще У нас есть еще время Прекрасно Мы можем прямо так Не спеша Проговорить Еще про направление Артерапии Такое которое наверное Не так часто используется Опять таки да У нас Но вот я знаю Что вы в практике Это используете Да Тканевая артерапия То есть активно Так стала использовать Потому что все таки Беларусь Это тканевая сторона То есть очень много Всех возможностей Получить какие-то материалы С которыми можно работать Тканевая терапия Действительно Это молодое направление Но также Вот мы с вами Тоже момент До эфира еще обсуждали Что наши предки Наши бабушки Они создавали полотно Создавали материал Сами 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 ткали И сами создавали Предметы одежды Которые одевали всю семью То есть взаимодействие Как таковое Вот тканевая артерапия Оно действительно было Просто в современном мире Мы сейчас понимаем потребность Что мы удаляемся И вот появляются Эти направления Которые напоминают нам Мы все это помним На нашей памяти Что такое тканевая артерапия Это в принципе Взаимодействие человека С тканью Как она работает Вот хочу рассказать Очень предметно Про детей Потому что Иногда деткам Очень сложно Выразить какую-то эмоцию Какое-то переживание Которое они поймали В детском саду Либо В школе И родители Через какие-то вопросы Пытаются прояснить А ребенок закрыт И вот на самом деле Ткани Они имеют определенную структуру Вот если к ним прикоснуться То вы почувствуете Что какие-то ткани шершавые Какие-то ткани скользкие Какие-то ткани гладкие Какие-то ткани Очень приятные к телу Их просто к ним хочется прижаться И вот мы можем Такой построить диалог Слушай А если бы ты сейчас Рассказала о своем настроении Или своих каких-то желаниях Через выбор ткани Какую бы ты ткань Вот сейчас выбрал И сказал Вот это мое настроение Вот такая творческая работа Да, так порассуждать И вы представляете Детям много-много-много Всевозможных лоскоточков Да С разными структурами С разными Они прямо вот лежат То есть здесь не то, что Прям разложено То есть ребенок Прям окунается Вот в эту коробочку Покружает Да Оп И достает оттуда ткань И вот сам этот момент Открывания Раскрывания ткани У него же каждый Есть рисунок Каждого полотна И это вот как сказка Вау Вот как книжки Которые объемные Да, которые вызывают У детей кучу эмоций То же самое просил Это с тканью И ребенок понимает Что о, ткань Можно еще и трогать То есть если вот Ребенок И разглядывать Да, по определению Кинестетик Да, то есть он телесно воспринимает Он уже об этом знает А если у детей развиты Другие немножко каналы Там визуально Да, аудиально больше То для него это будет открытием О, она бывает гладкая О, она бывает Вроде бы она красная Она мне нравится Красный цвет Но она такая шершавая Мне сейчас не очень Да А почему не очень Ну вот прямо внутри Как будто бы все немножечко Сжалось А есть какие-то такие же Похожие ситуации Когда ты испытываешь Внутри школы Вот мы вышли уже На определенный источник Да Поэтому выбор ткани Ее структуры Он показывает телесно Именно Вот почему я ее люблю Раскрывает телесно Что происходит Внутри тела У ребенка И помогает ему Понять Что он сжался Что он скрутился Второй момент Который мы делаем А вот если бы ты Сейчас придумал Для твоей ткани Движение Как бы это было И я не знаю Это вот сейчас Да Можно показать Движение Да Какое это движение Можно вот так вот сделать А можно сделать Вот так Укрыться Спрятаться Кто-то повязывает Вообще целиком голову Потому что Лоскутки Также предоставляются Разного размера То есть от таких вот Крошечных До полноценных Кусков Которые позволяют Ребенку Спрятаться полностью И третий момент Сделай какое-то действие Не движение уже А конкретное действие С данной тканью Либо кусочком И вот ребенок Кто-то говорит Я хочу его Всего сжать И вот он скручивает Его скручивает Кто-то завязывает Узел Кто-то начинает Тянуть в разные стороны В чем здесь Терапевтичность момента Для ребенка Это вообще В принципе Игра и взаимодействие С тканью Дурачничает Он думает так Да Всего лишь игра На самом деле Здесь тоже проявляется Его рулевая позиция То есть сейчас Ткань это некий Объект С помощью которого Он проживает Ту эмоцию Которая у него На данный момент Неосознанно Неосознанно Болезненно Тревожно для него Актуально И актуально Да И здесь Поскольку мы выходим На уровень действий Он в корне Меняет эту ситуацию Он понимает Свой ресурс Он понимает Что с этим Можно справиться Это как получается Такой внутренний толчок Можно что-то делать Главное Действовать То есть меня Это механизм Восприятие Да И мне это По силам Вот смотрите Даже вот например Ребенок завязывает узел Это своего рода Такой акт агрессии Но в то же время Он понимает Что с этим Я могу справиться Плюс ко всему Например Если ему приятно Или есть потребность Накрыться Вы как терапевт Потом можете об этом Проговорить И с ребенком Разумеется Ну и с родителем Что у ребенка Есть в этом потребность Значит где-то Бывают ситуации Что вы не оказали Ему поддержку Не оказали ему защиту Поотслеживайте Вот эти все истории В настоящем И в будущем Чтобы у ребенка Уже было ощущение Что вот Есть люди Которые способны Меня поддержать И если надо защитить То есть получается Тканевая терапия Она такая телесная Очень То есть она дает Очень мощный Телесный ресурс И на самом деле Вот если мы говорим Про взрослые Да Людей То здесь можно работать Через создание Какого-то коллажа Ковра судьбы Можно погрузиться Такое В женское творчество Все равно Больше ткань Это про женское Про мое женское начало Про взаимодействие Выкладывание Да Я помню Мы с вами были На мастер-классе Великолепно Когда действительно Из маленьких Маленьких лоскутков Каких-то бусинок Еще чего-то Мы создавали Герб семьи Да Родовое дерево Там что-то такое И в это время Ты Что бы ты ни делал Ты думаешь О себе О своих домочадцах О своих предках Да И может быть Даже о своих потомках Совершенно верно Совершенно верно Поэтому Для взрослых Девочек Тканевая арт-терапия Она такой Прекрасный источник Погрузиться В творчество Выбрать из ткани Сложить ее В общий Допустим Круг И на самом деле Вспомните Наши бабушки Из лоскутков Делали вот эти коврики Потом сплетали Это все было И потом это выглядело Как общее В принципе Мандала Поэтому Творчество Женское Не имеет Никаких границ И Я призываю Девочек Кстати девочки Еще тканевую арт-терапию Используют Через платочную технику На самом деле Когда Мы выбираем Шарфик Платочек И бывают Сейчас Павло-Пасадские платки Очень популярны На самом деле Это тоже терапия Потому что У каждого платка Есть свой рисунок Есть свой символизм И на определенном Жизненном этапе Мы выбираем Этот аксессуар Потому что В нем есть Некий источник Поэтому Девчонки Поразглядывайте Свои платки Которые вы носите Что там изображено Какой там сюжет И если вы Так вот Тепло к нему Относитесь И одеваете В определенные моменты Просто Знайте свой ресурс Немножко с ним Больше познакомьтесь Потому что Он приносит вам Какую-то поддержку Уверенность Стабильность Или вдохновение Поэтому иногда Можно пересмотреть Свои аксессуары С которыми мы Взаимодействуем В реальной жизни И увидеть в них Много прекрасного И более осознанно К этому подходить Плюс ко всему Я бы даже Прекомендовала Посмотреть Мне например Очень часто Дарят всевозможные Палантины И платки И я про себя думаю Почему вот именно Это идет ко мне Почему именно Люди считают Что именно Это должно быть В моей жизни То есть Тоже очень интересно Если углубиться В самоанализ Ну тут еще Ну тут еще Про восприятие Как меня Воспринимает Окружающий мир И транслирует Мне это Через те подарки Которые я получаю Мне кажется Что я всегда Люблю такие Очень приглушенные Тона А мне всегда Такие какие-то Яркие Прямо Насыщенные Что вау Неужели Вот прямо Вот так До такой степени Вот Ну я всегда Благодарю за подарки Которые идут Дары Которые идут тебе Это всегда Очень приятно У нас есть еще Пять минут Поэтому мы можем Смело Да Я могла бы рассказать Тоже о направлении Которое Люблю И считаю Таким очень Ресурсным И эффективным Музыкальная И вокальная терапия Ну вот По названию Можно подумать Что надо играть На музыкальных инструментах И петь Но отчасти да Но Вот это тоже Как и изотерапия Не на профессиональном уровне Здесь вы Звучите Например Если мы говорим Про вокальную терапию Вот чаще всего Это мы обращаемся В тех моментах Когда работаем С моментами Что я не договорил Не позволил себе сказать В ситуации Когда хотелось Я проглотил Сдержал Не отпустил эту эмоцию Не высказал этому человеку По каким-то причинам Прекрасно работает Вокальная терапия Работает она хорошо С ландшафтной терапией В лесу В лесу Да Где можно прокричаться Пропеться Да Я всегда говорю Что вы не просто так кричите Там вот как Безумные А вот если бы представить Того человека И ту ситуацию С которой у вас есть Недопонимание Либо сложность В виде звука То каким бы звуком Это было То есть всегда переводите Это более в такое Осознанное Конструктивное Это может быть Было бы Бе Может быть Это было бы За Может быть Это было бы просто А И всегда определите Вот этот звук Относительно этого человека Ситуации Летит вверх Вниз Вперед В сторону Это про то Что чувствует Ваше тело То есть когда мы вводим Дополнительные координаты Звуку Мы значит Очень четко прислушиваемся Куда наше тело Отправляет Ответную реакцию На ту эмоцию Которую вызывает Это данный человек Да И как здорово Что эта ответная реакция Вообще проявилась Да Потому что Ну чтобы она не осталась В теле у тебя И прелесть Леса Ландшафтная терапия То есть акустика леса Она тебе еще дает звук Ты можешь слышать Как ты звучишь Понимать масштабы По этой ситуации Или по этому человеку Да Понимать масштабы И Вот это эхо Оно же тебя еще Телесной волной касается И там идет Вот это А природа дает Только блага То есть ты Заполняешься Хвойным запахом Принятием Принятием Эта ситуация Потому что Действительно Когда ты выпускаешь звук Приходит ощущение Легкости Пустоты И свободы Ну есть ощущение Потребности Чем-то это заполнить И глубокий вдох И ты уже чувствуешь Все что дает нам Наша природа Наш лес Эту красоту Музыкальная терапия Она тоже прекрасна Потому что Она позволяет Перенести Тоже Эмоцию Актуальную Событие Реакцию на человека Через Звук У меня есть Латиноамериканская группа Такой прям целый Чемоданчик инструментов И я прошу Выберите звук Инструмент Звучание которого Говорит вам про то Что вы чувствуете К этому человеку Человек Так интересно Нестандартно Такое Непривычно И когда выбирает Вот это то Что мне было нужно Вот это то Что мне было нужно То есть сразу же То есть человек Только прикасается К звуку Потому что звук За него Отправляет Вовне Все что он Про этого человека Думал И чувствовал И не остановить И тут мы еще тоже Добавляем вокальную терапию То есть добавляем звук И человек Вот за эти Пускай 5-7 минут Потрясающее ощущение Легкости Освобождения Понятно что мы там Потом терапевтические Какие-то моменты Дорабатываем Да Но вот этот эффект И вы это дома Тоже можете делать Я на прошлой передаче Мы когда встречались С вами Надежда Говорила Что можно взять банку дома Да Либо какой-то керамический сосуд Если лес далеко В городе никак То керамический сосуд Либо банка Помогут вам Ну или душ Звук воды Заглушит все Неприятные звуки Потому что они бывают Действительно Неприятные Чтобы мурашки по коже От того что ты внутри носишь То есть если бы Передавать наши эмоции В звуки Порой бывает страшно Да Совсем не та музыка Которую хотелось бы услышать Да Далеко это не вальс цветов Да Действительно Ну вот пожалуйста Даваются всевозможные барабаны Тоже Я просто видела Как детские барабаны Взрослые Убивали напрочь Да Но тем самым Себя терапевтируя Что тоже немаловажно Да Хорошо Вот смотрите Сколько методов Есть в нашем арсенале Да Даже если вы просто Являетесь Там Дружной крепкой семьей Или не дружной крепкой семьей Но вы хотите Что-то трансформировать Изменить Прожить Прочувствовать Да То Не обязательно нужно Быть специалистом Можно Все это использовать В ежедневной Ежедневной Да В своей практике Да Ну что Лена Спасибо вам большое Будем ждать Следующего Вашего приезда И какой-нибудь В этой интересной Энергичной Я бы так даже сказала Да И полезной темы Сегодня у меня В гостях была Смирнова Елена Семейный психолог Артерапевт Белоруссия Город Брест Здоровья Любви И счастья Всем желаем Мы в программе Практическая психология Спасибо, Надежда За встречу До свидания Практическая психология